На занятиях всегда царит дружеская атмосфера. Командная работа и взаимопомощь – это необходимые элементы в таком трудоемком процессе, как создание летательных аппаратов. Это скелет. Я делаю самолет. Сейчас я делаю кордовую модель, воздушный бой. И вот начинаю только делать ее фюзеляж. Федор Шилов провел молодость в подобных кружках. Теперь же он депутат, но страсти к небу так и не потерял. Для того, чтобы молодежь развивалась и умела хоть что-то держать, какой-то инструмент, чтобы и по дому, и в жизни, чтобы это помогло. Вот это авиамоделизм помогает. Через авиамоделизм все это проходит. Развитию клуба Федор оказал неоценимую помощь, так как считает, что именно такие секции в будущем могут вырастить успешных авиаторов. Коллеги, помогавшие ему в развитии авиамодельной деятельности по Ленинскому району, мнение его разделяют. Твои хотелось бы, чтобы они свою жизнь потом связали с авиацией, с конструированием. Либо же, ну, конечно, если бы были какими-то летчиками или конструкторами великими, это вообще бы и наш город бы прославили бы, и район, наверное, в целом бы, а может даже страну. Было бы такое у них желание. Вот если они заразятся с небом, да, наверное, они связывают потом свою жизнь и свою работу с небом. Клуб действует уже третий месяц и насчитывает около 60 участников. Как оказалось, такой малознакомый для большинства вид спорта, как авиамоделирование, пользуется большой популярностью у молодежи. Планируем в дальнейшем развивать этот вид спорта в Ленинском районе, повышать популяризацию авиамодельного спорта, ну и привлекать детей с улицы. Стружки и опилки летят во все стороны. Взгляды сосредоточены, а настрой серьезный. Столичные коллеги будут оценивать работу ребят на ближайших соревнованиях. Александр Шишов, Евгений Петров и Екатерина Чернышева. Видное ТВ.